Всем привет! Наступил второй день нашего отпуска. Мы проснулись сегодня в Мармарисе. Начало дня, ребят, не задалось. Когда мы уезжали, у нас была проблема, небольшая просто, чтобы вы понимали, что происходит у нас. У нас, короче, в квартире затапливается угол. И сегодня я проснулась и просто ради развлечения хотела посидеть в ВКонтакте. Зашла, а мне пишет соседка, что у нее с потолка течет. В итоге нас опять то ли затопили, то ли не знаю что. Наши родители будут выяснять. А вообще классно, мы отдыхаем, а они выясняют. Бонусы. Удобно. Но мы идем, в общем, завтракать, а потом окунуться в пучину морскую. Сначала деньги снимем с карты мир. Попробуем. Небольшой вывод о Мармарисе. Пока что в 7 утра... А нет, в 8, да, сейчас? В 8 утра? В 8 утра. Короче, кафешки не работают, ребят. Если вы типичный курортник, как мы, знаете, вот проснулся, хочется покушать, знаете, вот в столовую сходить, и потом идти купаться, то у вас это... Так сказать, окрошки. Окрошечки? Да, намытость, ой, рано. То у вас это... Даже магат не работает. Не получится, потому что пока что... О, работает одна. Такого могут быть. А, ну да. В общем, короче, ребят, с этим проблемка. Уже я как бы есть не собиралась, но мне придется. Причем интенсивно достаточно. Не, ну я вообще это не съем. Ну, говори, что-нибудь. Ну да, есть сейчас что-то. Говори. Оливочка сейчас. Всякое есть. О, тут даже есть этот инжир. А прикольный. Вообще прикольный. Ну, вот смотрите, лимонный фраппе. Керсина уже не жалеет, что принести завтрак. Трубочка с сыром вкусная. И вообще сыр огонь. И вот этот вкусный очень. И оливки вкусные. А махнуто зачем в мед кинуло? Ну, я видела, говорят, очень вкусно на хлеб лазят. Да? Потом расскажешь. По завтракам в этом месте, мы заняли лежачок. И логичка беспрятная. Нам задавали вопросы, кто вы такие вообще. Но мы объяснили, что мы только что здесь отдали 21 доллар. Вообще-то. А значит, мы имеем право. Он сказал, окей, окей. И мы разместились. Как-то так. Море сегодня очень чистое, я скажу. Да, море чистое, и рыба плавает. Даже с маской можно поплавать, на самом деле. Обычно в таком море я не особенно люблю с маской плавать. Но в этот раз я плавал. Короче, хорошо здесь. Приезжайте в Марморис. Сейчас мини-рум-тур того, где мы уже прожили денек. Сейчас переезжаем в другой номер этого отеля. Называется Гетчик Апартнесс, по-моему. Вот такой балкон. Ну, все такое, старое очень. Дверь на этого рассчитана. Ну, на низкорослого человека. Постоянно бежать. Ну, это мансардный этаж. Две кровати, там тумбочки. Есть вот такой кондиционер с ключом. Который стоит денег. И для того, что они накосячили и наш номер отдали кому-то на первый день, то они нам дали его на халяву. Мы, правда, не включали его ни разу. Телевизор фирмы Бэко. Кухня, ванна, туалет. Вот ванна, туалет тут самые приличные. Вообще, видимо, только отремонтированные. Шкаф. Вот такая кухня. И еще один балкон, где можно сушить вещи. Как-то так. Но есть одно преимущество конкретно этого номера. Это вид на море. Вон там оно. За домами. Буквально метров 150 от нас. Удобное расположение. Главный плюс этого места. А номер, который, следующий мы покажем, стоил... Да блин. Ебаный. Ну, около 400 евро. Ну, то есть доллар. Номер, куда мы переселились. Он больше. Тут одна комната. Вот кухня. Вид на дом. Вид на еще один дом. Здесь тенечек можно посидеть днем. Но, как будто, все выглядит гораздо симпатичнее и новее, чем в жизни. Ванна здесь старее. Гораздо. Чем там. Это минус. Ну, выбирать не приходится. Что поделать. Забыли показать. Там был вид на море. А здесь написано в описании, что вид на сад. Сейчас покажу вам сад. Вот так вот. Понимаете уровень? А сейчас я вам расскажу, какие есть особенности в связи со сложившейся ситуацией в Турции. В принципе, проблем, чтобы сюда долететь, особенных нет. Кроме того, что все перелеты через Сочи. Наш путь вчера составил сюда 20 часов. Что, конечно, не сравнимо с тем, что было до этого. Но, можно пережить. Никаких справок. Ничего не нужно. Тесты сдавать вакцинированным тоже не нужно. Вообще, короче, ничего нигде не нужно. Все довольно спокойно, беспроблемно. По поводу оплаты. Карты Мир много где уже принимаются. Даже в ресторанах. У них есть вариант выбора банка в терминале. И они могут выбрать какой-то банк, который позволит оплатить. Но лучше на всякий случай имейте при себе кэш. А сейчас я иду снимать лиры с карты Мир. Лиры с карты Мир можно снять в четырех банках. Из банкасси. Денис Банк. Зират. Ну и где-нибудь напишу это. И еще какой-то. Ну я напишу все четыре, которых можно. Вон тут есть банкоматы. Возможно, один из них не подойдет. Запроверим. А еще тут, кстати, пешеходы преимущества не имеют. Поэтому не ждите, что вас кто-то будет пропускать. Сейчас проверим. Тысячу лир взять нельзя. Написано, что лимит превышен. Сейчас попробуем стать меньше. Что тоже нельзя. Возможно, банкомат не подходит. Либо что-то я не понимаю. Хотя написано, что Мир можно. Идем искать дальше. Нужно найти Денис Банк. Скорее всего, просто банкомат не подходит. Мы сегодня оплатили 21 доллар карты этой. Пересчитали сегодня, сколько это будет в рублях. Получается, что 3.70 стоит одна турецкая лира. Но курсы тут какие-то везде разные, конечно. Вообще официальный курс на сегодня это 3.55. То есть побольше получается. Ну, может комиссия, неизвестно. Плюс курс доллара 17.5 лир за доллар. Как-то так. Вот Зерат Банк. Надеюсь, здесь прокатит хотя бы. Прокатило. Итого, еще раз. Вот Зерат Банк. Все работает. Я купил фитнес-пиво. Ну, я так, по крайней мере, сразу прочитал. А на самом деле, тут написано фильтрованное. Но мне больше нравится формулировка фитнес-пиво. Короче, и выяснил в итоге, по какому курсу они считают здесь доллар. Вот это пиво стоило 34 лиры. А значит, доллары они считают ровно по 17. Ну, типа для простоты. То есть это 2 доллара. Сейчас я покажу вам, как наш апарт-отель выглядит. На самом деле, отель максимально нищебродский. Мы просто хотели с кухней, для того, чтобы что-нибудь готовить. Но вообще не факт, что мы что-то будем готовить. Да и не особенно хочется на такой кухне. Денег у нас было немного. Поэтому мы сняли вот это конкретно. А на первой линии есть прикольные отели очень даже. Вот мы сегодня одном обедали. Ой, завтракали. Вот. Вот это вот забегаловка. Называется Гончо Апарт-отель. По сути, квартиры. Лучше берите Point Beach. Здесь есть виниловые пластинки. Книжечки. Продослушать их не на чем. Всякая ретро-штучка. Лифта нет. Нужно подниматься ногами. Лестница довольно крутая. На четвертом этаже жить не фонтан. Но сейчас мы живем уже, по сути, на первом. Ну что, попробуем фитнес-пиво. Фитнес-бир. Вот тут, кстати, баночки закрываются такой фольгой. Видимо, для того, чтобы никто не обслюнявил вот здесь. Чувствуется прямо здоровьем пышу вообще. Поздоровею с каждым глотком. Я уже пока шел, рассказал. Требований никаких нет. Все спокойно, без проблем можно добраться до Турции. Главное, что только через Сочи. Больше ничего не изменилось. Ну, по сравнению с коронавирусными временами, даже, в общем-то, изменилось. Теперь проще гораздо. Ну, опять же, сейчас июль. 11 июля 2022 года. Поэтому, возможно, на момент, когда вы это смотрите, что-то поменялось. Я запосмотрел в приложении, сколько стоило мне снятие 1000 лир. Значит, курс, когда снимаешь деньги в банкомате, 372. 372 рубля за одну лиру. И комиссия за снятие 1000 лир – 150 рублей. Курс на сегодня официальный 3,55. Ну, то есть, чуть по дороже получается. Хороший. Вот так должны выглядеть номера. А как они выглядели, крестики вы все видели уже. Скажи, мы можем в Панаме. Я тоже в Панаме. Кстати, кто интересуется и собирается ехать в Турцию, отношение к русскоговорящим хорошее. Ничего не изменилось вообще, ну, на данный момент. Мы второй день, пока что все вообще отлично. Все очень приветливые, дружелюбные, все хорошо. Но конкретно в Мармаре русских не очень много. Ну, это да. Если вы хотите своих соотечественников, то мало. А если наоборот не хотите, то вот так. Там как-то странно выходит сейчас. Все нормально. Ой, море какое. И-и-и, как сказал бы. Семь-выляга? Ага. Что-то знаете, у меня мой сустав что-то побаливает. Да, начинается, все. Классика. Бля, какой вентилятор. Водичку распыляет, красотища. Ой, ребята, кажется, сегодня будет очень топовый контент вечерком. Но я ничего рассказывать не буду тогда. Мы пока идем по набережной. Просто что-то. Что-то, что-то много есть. Ну, можно и здесь поесть. Вот, кстати, цены. Остановите, посмотрите. Показываю вам цены. В принципе, цены над набережной стандартно-средние. Везде примерно плюс-минус одинаково. И вот стоит три с половиной доллара. Три с половиной? Да, манитовая. Нормально. Вот как-то так. Выпиваем за вас, подписчики, дорогие. Так как никто не указал, за кого пить, будем пить каждый раз за всех. За всех наших 236 человек. Спасибо, что с нами. Отдельное спасибо тем, кто еще и в Телеграме. А тем, кто нет, переходите. Не то, что там много контента, но мы там анонсируем какие-то выпуски. Да, да. Когда заказал немножко перекусить на одного. Ваня не хотел есть, но кажется, ему придется. Эта порция стоила 130 лир. Чтобы вы понимали. Ну, тут просто обожраться, если бы я одна это ела. Себе одно это и есть. Ну, на, держи, снимешь, скажу, вкусно или не вкусно. Это я пока, посмотрите на меня. Семь с половиной долларов. Нам две тарелки принесли, мы не очень понимали, зачем. И вот. Теперь все стало на свои места. Тейстик? Сочные. Или делишес? Ну, тейстик. Не вандафул. Ну, это круто, но в ингаминдеи. Понятно, что не омар. Ну, прикольно. Лимончиками хватает. Надо спросить. Ну, зачем? В этом ресторане будет выступать диджей Тунец. Знаменитый диджей Тунец на все Средиземноморское побережье. Тут есть кальян. Давай, что вырисуем? Тут еще диджей Тунец есть. А мы пришли вот в такое вот место. Для того, чтобы что? Такой диджей Тунец. Да-да. Ну, вот теперь это мод. Ну, смотрите на этот стиль. На эту грацию. Мы пересели. Теперь мы сидим вот в таком месте. Красиво. Красиво тут. Сейчас кальянчик закажем, пиво закажем, и купаться. Знали бы вы, ребята, как тут хорошо. Ветерочек обдувает. Сзади море. Сбоку моря. С всех сторон моря. Шикарно. Кафес холодный. Просто сказка. Приезжайте в Мармарис. Красиво. В эфире рубрика «Дегустация пива с Иваном». И сегодня у нас на обзоре вот такое замечательное пиво в Бомойне. Нефильтрованное. А почему вы утверждаете, что оно замечательное, если вы еще не попробовали? Ну да, тоже уверенно. Сейчас узнаем. Это моя фишка. Но я делаю это спонтанно. Неплохо, неплохо. Четыре из петель. Настолько? Да. Пять это только Гиннес, наверное. Я не знаю. А, ну, Кугарден пять. Кугарден пять? Конечно. Ой, ребят, не знаю я. Ой, отлично. Ну все. Немножко атмосферы. Вот так выглядит место, где мы сейчас сидим. Красота да и только. А вот мой модный круг с перышками. Теперь я хит сезона. Ребят, спустя время просто солнце светит. С вами школа английского языка. To beer and one rule call of kids. Мы этот урок проходили, но сами понимаете, повторение, оно просто необходимо. Поэтому, повторюсь, если вы находитесь за границей, но вы еще не выучили так шикарный язык, как я, есть просто три спасательных круга. Запомните. Это OK, SEMPTIUM и NO. Зная эти три слова, да я не знаю, вы сможете все просто. Нет ничего невозможного. В разных комбинациях, если да, употребляете? Ну естественно, естественно. Если вам что-то говорят, чего вы не знаете или не понимаете, просто всегда NO. Если вам говорят что-то и вы думаете, что понимаете, просто говорите OK. Многократно. OK, OK, OK. Да, да, еще одно. А третье, какое слово? Thank you. Ну это просто правило. Если уже понравилось тебе. Просто это правило приличия. Просто можете всегда говорить thank you, thank you и все такое. Вот так. А, ну и теперь немножко нового. Вот так. В ваших головах это усвоилось, а теперь немножко нового. Сейчас мы изучим, пожалуйста. Надо вспомнить. Frego. Аааа. Переповоры. Ваш день, я забыла. А что помните, пожалуйста. А в каком контексте, пожалуйста? Ну вот, я, например, говорю человеку спасибо, он же, пожалуйста. You are welcome. Вот, ребята. Я это знала. Я просто забыла. Короче, я здесь сказать, пожалуйста, you are welcome. You are welcome. Это обязательно. Обязательно? Да. Ты так считаешь? А у тебя есть своя школа английского? Нет. Можно сказать, проголодить, а, и сказать you are welcome. Ну, так она и так проголодывается. Вот, видите? А, в принципе, и не обязательно. Поэтому можете вот эту а не запоминать. Все. С вами была школа английского языка. До новых встреч. Пока. А еще, уважаемые ученики моей школы, на Кипре был выпуск, по-моему, первый или второй, по-моему, первый, где я учила вас, как называется, масло на английском, и я говорила ойл. Но я совершила там, как бы, небольшую ошибку, поэтому я вынуждена вам рассказать, что, если вы говорите в контексте масла растительного, то это ойл. Но, если вы говорите в контексте масла сливочного, то это баттер. Запоминаю. А как запомнить баттер? Бутерброд, баттер, масло сливочное. Я представляю, а второе слово в баттер? Что в бутерброде? Баттербред. Но называется баттер. Ну, так ты переведи, у людей ассоциации классные будут. Бутерброд с маслом. Нет, хлеб. Брэд это хлеб. А, бутерброд, а, хлеб с маслом. Ваня меня путает, отвлекает, ребят. Не отвлекайтесь, изучайте английский правильно. Ойл, масло растительное, баттер, масло сливочное. Вот тут Ваня должен ставить две картиночки. Масло растительное, масло сливочное. Пока. Сегодня Кристина не успокаивается. У нее уже третий, по сути, урок подряд идет. Ну просто, когда вы говорите окей, вы, наверное, думаете это как по-русски, окей. Но на самом деле, вы говорите ладно. Просто вам говорят, типа, например, будете ли вы, не знаю, мясо. А ты такой, окей. А со самом деле-то, ты говоришь, ладно. Понимаете? То есть, окей, это ладно. В английском окей, это ладно. И лично я была удивлена, когда узнала, что это не просто окей, окей, а это ладно. Ладно, да, складно. Ну там, купить курсы, где можно вообще? Курсы. Куртку. Я думаю, какую куртку будет. Ну, ссылочки в описании. А дорого вообще заниматься? Да, вообще не дорого. Групповые вообще занятия недорогие. Индивидуальные, конечно, подороже. Но ты сначала сайт настрой нормально, чтобы работал. В прошлый раз люди хотели купить, но не смогли. Так что, если у вас будут проблемы с регистрацией, все претензии к Ване. Пишите в комментариях. Все к Ване. Всем привет снова. Включение из Марвелис. Рубрика распаковочка. Мы купили арбуз, пахлава, местную типа сметану, мороженое с фисташкой, местные кельмешки с говядиной на ужин, чипсики, пакеты для льда. И догоняй. Это фишка. Но похоже об этом. Потратили мы все. А, еще мы купили бутылку вина, но она в холодосе. Потратили мы 98,74 лиры курецких. Нет, неправильный чип. Мы потратили 200 лир где-то на вот это все плюс вино. А. И потом сходили за мороженым и водой. И еще вышло 35, по-моему. Ну, где-то так, в общем. Какая разница, сколько потрачено. Наше было вкусно, ребята. С вами была рубрика распаковочка. Встретимся на дегустации. В общем, жизнь, ребята, очень красивая. Вот это мороженое. Вот, смотрите. Если будете в Турции, обязательно купите. Вообще, в Турции есть такая фишка. Мороженое козье. Из козьего молока и из коровьего. Из козьего это просто что-то невероятное. Посмотрите. Сними, как оно будет тянуться. Видите? Оно такое тягучее. Оно просто невероятное. Это повторно отсюда. А это? Пахлава миновая. Тоже очень вкусная. И вино вот это тоже очень вкусное. Извините, звонок на первое ление. Всем привет. Вечерний променад. Мы идем на шоу. Надеемся, что получится. Ну зачем ты вам сказал? Так а что? Я же не говорю на какое. Я жду от этого шоу максимум. Кайфа. Если я тут поможем, не могу. Я надеюсь. Давай я зацелу, мне обратно в зал. Ну конечно, кому еще носить вещи? Ну естественно, ишака нашли. Вот такой. Может кто-то готов путешествовать с нами или хочет? И готов при этом носить вещи? Ну вот такой маленький рюкзачок. Так. О! Измир, это ты? Это Измир, да. Какой такой толстунчик. Коты? Они, конечно, жопщики. Люблю. Ребят, кто знает, мы пришли на Драг Квин шоу. Пост сейчас не для тех, кто против вот этого всего. Я фанатею от их шоу. И когда мы сегодня это увидели, я так рада, что Аня не против был пойти. И я так счастлива, что я здесь, ой, я не знаю, я прям вообще. У меня кого-то с ней рождены сегодня. Вот. Смотрите, что такое Драг Квин шоу. Это не то. Нет, ну это один из участников. Да, ну это так круто. Я в сцене, я вообще просто. А у нас самое крутое место, посмотрите. Вот тут сидим здесь, прямо в сцене. Я готова перетраивать. Я просто, это моя мечта была. И я счастлива, дико счастлива просто. Если вы думаете, что мы просто сидим, то нет. Мы ждем шишамена. Аня тут кальян заказал. Сейчас расскажет. Я тебе очень громко говорить. Аня кальян заказал, сейчас расскажет его название. Мы тут обосстались от смеха. Название сука. А почему я не понял, там не написано сука, просто мне кальянщик шишамен сказал, что это сука. Сука? Ну и ржал, он ржал от него. А ты ему объяснил, что такое сука? А? Ты ему объяснил, что такое сука? Он видимо знает. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ребята, это шикарно! 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 Субтитры делал DimaTorzok Да подожди, я подсвечу Сейчас, ребята, я вам расскажу кое-что Достаточно секретное Не каждый это осознает, находясь в Турции Но вот какая дилемма Выпивая данный напиток Маня говорит, надо подбирать слова Скажем так, штырит Похлеще, чем водка Подобрала Все нормально Короче, я не знаю, как это работает Это 0,33 Мы до этого выпили пиво, вина и немножко рома Немножко, это 3 бутылки литровые Рома 3 бутылки литровые? Треть бутылки Да, ну немножко Я лично немножко говорю Короче, суть в том, что вот эта вот маленькая 0,33 Ну, по уровню будто я 0,5 водки Ну не 0,5, ладно, 0,4 я выпила водки То есть вот прикиньте Я не знаю, что они там мешают Но если вы не хотите тратить деньги на алкоголь в Турции Ну это не дешево стоит Это не дешево стоит Но эффект как-то конкретный В общем 5 долларов Шалга Кирмидис и кирмидис Ну в общем, я не знаю, ребята Это какая-то смерть Чтобы вы понимали Тут даже в шаверму зазывают В общем, нам должны дать 2 средних либо больших острых побольше соуса Куриных А что будет дальше, мы не знаем Жизнь, как она большая Она огоньенькая Так мы все огоньенькую в два раза меньше ели Махнет чесноком Соус похож на греческую бипу Вообще, трубочка Вообще не находятся у нас Вообще не находятся у нас Блин, все горит О, я у меня большую жизнь У тебя нет такого? Ну давай, пуй Я так хочу туда Где нас будет трое Я, ты и море Зина, Саня, Кволя Эх, коты Тапок Музыка Музыка Нас все во всем А ты как нас по дома А моя душа летит Мимо твоего окна И в руинах небеса Вы уже отражает море Я хочу скорее сюда Где что-то там-там-там О море О море О, о-о-о-о Еще один день Еще один шанс Той а, о-о-о-о Та-та-та-та-та О море Субтитры сделал DimaTorzok